Более 250 пенсионеров воспользовались скидкой в магазинах мясокомбинатах. К социальной программе «Высокий возраст» присоединяются все больше жителей Ненецкого округа старше 65 лет. Льготная карта позволяет приобретать местные мясопродукты и сопутствующие товары со скидкой в 5,20%. Как получить карту и покупать товары дешевле, об этом мы поговорим сегодня в студии, это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей, разработчиков программы «Высокий возраст», директор акционерного общества Тамара Критская и председатель окружного союза пенсионеров Римма Костина. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамара Борисовна, какие на данный момент товары пользуются популярностью у первых обладателей карты? На сегодняшний момент первые обладатели карт уже 360 человек, уже некоторые не по одному разу. В первую очередь больше всего пользуются популярностью, конечно, масло растительное, крупы и наша продукция. Из нашей продукции берут практически все, но понемногу. Наша возможность дисконтных карт дает возможность в течение всего месяца приобретать продукты по желанию посетителя и по возможности. Там есть определенные ограничения по объему покупаемых товаров, да? Имеются отдельные ограничения. Они рассмотрены в связи с потребительской корзиной у нас по округу. Мы все рассчитали и даже больше. И поэтому остановились, когда переговорили мы с Союзом пенсионеров, с Советом ветеранов. Они нам подсказали, что больше интересует пенсионеров, что больше они употребляют. И мы пошли по этому пути, совместно обговорив такие итоги получились у нас. Римма Васильевна, какие отзывы у пенсионеров, что они говорят, довольны ли этой программой? Вы знаете, я должна сказать, что о социальной карте, о магазине социальном для пенсионеров разговор идет очень давно. Очень давно пенсионеры хотели бы получать товары с какой-то скидкой. Жизнь трудная, и это большое подспорье. Но все как-то не получалось, не решался этот вопрос. Конечно же, все рады. Союз пенсионеров вообще, все и правление, все были довольны, что мы можем помочь пенсионерам в улучшении качества жизни. Мы сразу же после совещания на мясокомбинате организовали прием документов в окружной библиотеке, внизу, чтобы пенсионеры не поднимались, в холле, на мясокомбинат, поскольку мы победнее, бумагу нам дал, и мы там множители, все, все нас обеспечили. И наша задача была только принимать пенсионеров, делать ксерокопии паспортов, оформлять у них заявления. Потом они присылали к нам машину, все это забирали, и это было сделано всем, знаете, как сказать, с удовольствием. Пенсионеры это приняли с радостью, а все, кто организовывали эту работу, все делали с удовольствием. Где сегодня можно получить и оформить карту? На сегодняшний день упростили прием документов, так как принимали в двух, в библиотеке, и принимали в администрации, на третьем кабинете. И потом, ведь сами пенсионеры приходили в магазин и там получали карточку. Получалось дважды. Сейчас мы их принимаем в офисе, принимаем документы и сразу на месте выдаем карту. То есть время не придется им ждать? Нет. Какие необходимо документы предоставить? Для этого необходимо предоставить паспорт, мы его ксерокопию делаем, проверяем прописку просто. А остальное, больше ничего не надо. Ну карта получается не именная, а просто с идентификационным номером? Карта у нас идет дисконтная, не именная. На карте четко указано, какое количество продуктов можно приобрести. В конце месяца она заканчивается, и если кто-то не приобрел товар, уже с нового месяца будет новый товар. То есть сгорается тот объем товара? Объем товара тот, который находится на месяц. А можно ли ее передавать третьим лицам? Вот насчет этого я хочу сказать. Все же возраст 65 и старше. Есть много, как бы сказать, пенсионеров, которые не могут посещать магазины. Поэтому мы предлагаем, чтобы они просили своих детей, соседей. В любой момент можно приобрести по этой карте. Римма Васильевна, скажите, как шла работа над социальной программой? Все-таки это такой трудоемкий процесс. По картам по этим, да? Да, по социальной программе. Ну и у нас все это было организовано так, что вначале было мало, потом был наплыв, потом опять мало стало людей ходить. Но мы сейчас уже думаем над тем, как выдать карты селянам. И вот что значит Союз пенсионеров. У нас будет 3-4 сентября окружной съезжий фестиваль, посвященный единству народов. Наш губернатор бил год единства. И у нас окружной съезжий фестиваль, который называется «Я люблю тебя, жизнь», будет проходить 3-4 сентября. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в поселке, мы все это руководителям клубов общения сделаем, чтобы они сделали документы. И когда приедут, это будет суббота-воскресенье, мы уже с Тамарой Борисовной обговорили, будет человек, который примет у них заявление и выдаст им карты. То есть селяне тоже хотят приобретать продукты. А есть ли у них возможность на селе приобретать товары, мясопродукты? В связи с тем, что дисконтная карта разработана только по нашей программе «Долеон», которая установлена в магазинах мясопродукты, поэтому они на селе не могут приобрести эти товары. Но они могут приобрести карту. Если желающий, пенсионер 65 и выше, хочет приобрести карту, он единственное, что подойти, я не знаю, обратиться в сельский совет свой, доверенность написать от руки. И кто летит в Наринмар, кто-то в больницу летит, кто-то дети, они могут получить карту. Только для этого обязательно, чтобы была ксерокопия паспорта, первая страница и где прописка. Получают карту, она у них находится, и они могут воспользоваться в течение месяца точно так же, но здесь, в городе. А как человек будет отслеживать, что вот этот месяц период истёк? Это будет в электронном виде в базе? В электронном виде в базе. Когда приходит пенсионер, они активизируют свою карточку. Они могут не помнить, что они вчера покупали или полмесяца назад. Поэтому перед ними весь список оставшихся продуктов предоставлен на компьютере. Они видят, что им осталось купить. Да, если они, допустим, забыли, они могут продавца попросить, он им продиктует. Да, они сами увидят. Крупно написано, прекрасно всё видно. А много ли человек, жителей округа старше 65 лет, которые проживают на селе? Да, примерно одинаково город и село. И даже у нас количество пенсионеров примерно одинаково в городе и в селе вообще. Но я думаю, что здесь мы опять объединимся с Тамарой Борисовной. И вот когда на фестиваль приедут наши, они могут, руководители клубов, с каждого посёлка, вот взять эти доверенности. И когда они приедут сюда, мы всё это организуем, и они пока здесь будут на фестивале, все приготовят карты. И руководители, и участники поедут в своё поселение уже с картами. И там выдадут карты, они же всех друг друга знают. А какое примерно количество вы планируете выдать в общем? На сегодняшний день по списку у нас числится 3000 пенсионеров по округу. Мы надеемся, что 2000 точно к нам придут. Мы ждём всех. А вот интересно, в 65 лет, исходя из чего был выбран такой возраст? Ограничение по возрасту? Можно я скажу? Я думаю, что это тот возраст, когда люди уже не работают. В 60 лет ещё подрабатывают, где-то физически ещё есть силы. И какой-то к пенсии, какой-то ещё добавок какой-то есть от зарплаты. В 65 лет на Севере это, в общем-то, сложно уже работать где-то, чего-то. И как раз настает тот момент, когда уже не можешь работать, а потребности пока ещё остаются. И поэтому я считаю мудрое решение Кошина, Игорь Викторович, что именно так определились. И именно вот сейчас, потому что давно-давно хотели этого. Давно хотели. И всё никак не решалось. А сейчас вот. А планируется ли в будущем расширение программы? Или её корректировка? Вы знаете, это очень трудно сказать. Во-первых, у нас уже был пилотный проект в июне месяце. По этому пилотному проекту прошло 262 человека. Со скидочной. Скидка была предназначена. Но когда мы просчитали, то на сегодняшний день возможность такая и есть. Что будет завтра? Не знаем. Посмотрим, просчитаем. Мы же акционерное общество. Мы должны работать на сегодняшний день, получать прибыль для развития и расширения своего производства. Ведь мясокомбинат поддержал эту идею совместно с нашими коллегами, можно сказать, уже, потому что мы вместе работаем. Только ещё и потому, что мы имеем возможность сопутствующий товар в магазинах. Имеем возможность предоставить. Но мы вообще-то занимаемся производством. И поэтому мы ещё предоставили и свою продукцию. Вот как раз-таки по поводу скидки на продукцию мясокомбината. Нам от жителей поступают вопросы. Вот тут 5%, а на сопутствующие 20%. Вот они спрашивают, почему такая разница? Вы знаете, почему такая разница? Одно нужно приготовить, вложить те силы, которые имеются на производстве. Труд людей. Труд людей учитывается полностью со всей социальной. Это север. Здесь и северные дороги, всё. А то, что мы привозим с большой земли, делается только у коммерсантов, у всех. Наценка и продаётся. Это совершенно другой труд. Поэтому 20% возможность мы можем сделать, мы просчитали. По своей продукции мы можем сделать возможность только 5%. Но хочется отметить, что в общем на сегодняшний день весь набор по минимальной цене стоит 2300. И скидка получается 233 рубля. На сегодняшний день это 10%. 10%. Если бы добавили к пенсии такую сумму, я думаю, что никто бы не отказался от пенсионеров. Поэтому такая добавка. Мы просто предлагаем. Мы не заставляем, мы предлагаем получить вот такую скидку. А вы не узнавали опыт других регионов? Есть ли где-то подобные программы в России? По крайней мере, мы такого не нашли. Римма Васильевна, в связи с введением этой программы увеличилась социальная защищённость людей высокого возраста? Конечно. Конечно. Ведь 20% это всё же прилично. И если честно уж сказать, что мясные продукты мы же едим не каждый день. Пенсионер тем более. А вот то, что нам предлагают сопутствующие, масло, сахар, мука, крупы, это у нас каждодневная пища. И каждодневная пища, 20% скидки, это прилично. Я считаю, что мы благодарны. А какие вот ещё из социальных программ для пенсионеров особо востребованы и ими пользуются жители? Вот интересно. Я затрудняюсь, так сказать, потому что всё, что... Во-первых, надо сказать, что ни в одном регионе, ни в одном регионе России нет доплаты Дети войны. Вот я сейчас... Я только два дня из отпуска прилетела, второй день сегодня. И я очень интересовалась. Нет. Государственная дума только работает над тем, какой статус придать, статус придать ребёнок войны, дитя войны. А у нас уже три года получают такую выплату. Я считаю пенсионерам это здорово. Потом у нас столько, столько выплат, столько подспорья для нашей трудной жизни, что пенсионеры благодарны. Особенно это заметно, когда побываешь в других регионах. Потому что когда здесь мы получаем, иногда мы считаем, что так и должно быть, можем погундеть по какому-то случаю, но когда ты побываешь в другом регионе, то видишь, что забота о наших пенсионерах здесь со стороны администрации, депутатов и, пожалуйста, акционерное общество. Очень большая. Очень большая. И поэтому я считаю, что, во всяком случае, пенсионеры и союз пенсионеров, и дети пенсионеров должны быть благодарны. Потому что чем больше внимания пенсионеру и чем больше он получает доплат, а коммунальные. Слушайте, это далеко не во всех регионах получают такие выплаты за коммунальные. Подспорье? Конечно, большое. И детям не так ложиться на их плечи. Тоже какое-то послабление. Потому что дети ведь тоже в трудных условиях живут. Мало того, что заповяли, еще и кризис свалился на нас. Ну, не скажешь, что жизнь медом кажется. Нет. А вот эта вот помощь пенсионерам, она отражается на всех семьях, и старых, и молодых. Тамара Борисовна, вот у вас сейчас строятся новые магазины, открываются. Поделитесь планами по развитию акционерного общества. Сегодняшний день, конечно, акционерное общество очень старается, чтобы расширить свое производство. расширить, во-первых, за счет того, что мы закупили мясо оленина в этом году на 200, более даже тонн больше, чем в предыдущий год. Это первое. Второе. Расширяем ассортимент. Мы добавляем и куру, и говядину продукты, и со свинины продукты. Очень широкая линейка, очень широкая. На сегодняшний день рассчитывается 2234 наименования нашей продукции. Мы даже сразу не можем в один день предоставить. Магазин будет строиться, и строится сейчас на рабочей улице. Во-первых, это очень хорошо, то, что обделен тот район вообще магазинами. Там нет магазинов, обделен. Это в первую очередь. А во-вторых, мы открываем кулинарный цех. И на сегодняшний день очень спросом пользуется кулинарная продукция, чтобы пришли домой, бросили на сковородку, и уже готовы. У нас сейчас появились перцы фаршированные. В будущем у нас сейчас будет, может быть, недели через две, блинчики со всеми начинками. Работаем в этом направлении. Появились у нас снова фрикадельки, крокеты. Фрикадельки очень пользуются популярностью. Я думаю, что и далее так же будем делать. То есть новая продукция остаётся востребованной в жизни округа? Да. Нам очень даже интересно то, что мы изучаем спрос, и у нас нет такого, чтобы кто-то отказался. Находится свой покупатель на каждую продукцию. Ну, можно мне сказать, как же не найдётся свой покупатель, если вот люди после 65 лет, они здесь прожили жизнь, они привыкли есть оленину, они привыкли к особой пище. И когда расширяется ваш ассортимент, я, например, с удовольствием даже вижу, будут покупать и блинчики, и фрикадельки, и всё, потому что это своё. И мы знаем, вот уж не хочется об этом говорить, но приходится, потому что поступает не всегда качественная продукция. Привозят. Ну, не всегда. Особенно нарезка бывает. Наша продукция, ваша продукция, и наша тоже. Общая продукция, которую вы производите, а мы едим, мы уверены, вот просто уверены. Можно давать детям, можно самим есть. Мы знаем, что она всегда свежая, качественная, вкусная. Вкусная. Вот знаете что? Одно время что-то вот привыкла, нет, смотрю пельмени. Я объездила везде, нет, пельмени. Другие мне уже не нравятся. Они, может быть, и вкусные, но я не хочу их покупать, потому что я привыкла к своим пельменям. Мы знаем, что свои вкусные пельмени, что они там всё чисто и в санитарном плане, что очень важно. Ну, очень. У нас же никогда не было отравлений продукции, допустим, нашего комбината. Понятия не имеем об этом. Нет, ничего. Всегда вкусно, всегда чисто и с удовольствием. И посмотрите, ведь ещё-то пельмени ваши, не только я. Потому что привыкли. Мы привыкли к коленине. Нам, вот особенно, знаете, когда они уезжают, и я, и все уезжаем за пределы округа, мы скучаем по нашей пище. Нам говядина кажется жёсткой, свинина кажется жирной. Так ведь. А вот своё вкусно и надёжно. Вот так скажем. Спасибо. Совсем недавно к вам приезжал мастер-шеф из Австрии и проводил мастер-классы. Вот какое от него стало впечатление, и будут ли привноситься новые новинки, те, которые он демонстрировал? Знаете, это очень хорошее дело было, то, что мы пригласили сюда Гюнтера. Он подсказал нам некоторые идеи, показал, как нужно работать именно на импортном оборудовании, то, которое предоставлено было нам, итальянское оборудование. Все те нюансы, которые можно на этом оборудовании сделать, он нам подсказал. Это первое. Второе. Он нам показал 33 наименования продукции, которые он предлагает. Среди этой продукции есть та продукция, которая и у нас, она тоже имеется. По ГОСТам, по АТУ. Но не всю продукцию приняли наши покупатели. Почему? Потому что я как технолог хочу сказать, что привыкание пищи ребёнка начинается то, что любит мама, то, что любит семья. И если семья любит то-то, никогда ребёнок не будет есть острое, солёное, ещё какое-то. Его кухня, технолога, который приезжал к Гюнтеру, она освоена австрийская. Там больше приправ, там больше перца, там больше. И она интересна своим, но прижилась при том, как мы делали дегустацию, только 13 наименований. Эти 13 наименования уже есть в торговле, они имеются. Хочется ещё одно сказать. Когда было трудно, когда было, сейчас тоже трудно, но делали на ГОСТовскую продукцию, делали ТУ. Почему ТУ делали? Потому что использовали сою. А если используешь сою, то нужно, необходимо снова делать ТУ. Сейчас мы переходим с ТУ, так как мы не используем сою, убираем с некоторых продуктов, мы возвращаемся к ГОСТу. И все, наверное, заметили, что исчезла колбаса кратовская, стала обратно краковская. И таллицкая, снова появляется таллинская. Вы понимаете, мы возвращаемся к ГОСТу, потому что у нас есть возможность, у нас есть качественное мясо, у нас есть оборудование. Поэтому мы постепенно уходим от содержания сои. Это не говорит о том, что подорожало. Нет, она осталась в том же, в тех же ценах, но, как бы сказать, возвращается вкус старой колбасы. Вот что важно. Вы просто, знаете, вы объяснили, почему нам невкусным кажется другая пища. Просто мы привыкли к тому, что делает наш мясокомбинат. Мы к этому привыкли. И дети наши, у меня уже и внуки, и даже правнуки, они любят то, что мы любим. Вы правильно сказали. И, конечно, безопасно ГОСТ вот сейчас возвращает. И Путин говорил про ГОСТы, потому что ТО и эти самые все, они каждый под себя делали эти технические условия, и неизвестно, что там они всё вкладывали. А ГОСТ – это уже закон. Это закон. Пищевой закон, по которому они обязаны делать то, что мы будем есть. Мы не можем отойти от ГОСТов, действительно, если мы работаем по ГОСТу. Ещё хочется, конечно, мне сказать, что не только разрабатываем мы колбасы, мы ещё и беспокоимся за наших маленьких детей. Сейчас мы разработали сардельки, сосиски, карапуз. Для самых маленьких силачей мы прописали. Очень красивая этикетка. Поэтому очень вкусные сосиски. Они очень нежные. Приготовление их отдельное. Вот именно называется карапуз. Цена доступная. Поэтому я считаю, что мы не обделяем всех, даже малышей. Очень приятно. Говорят, старый да малый. Теперь я буду сказать карапуз. Потому что попробуйте, насколько это вкусно. Ну, здорово же. Конечно, здорово. А вот интересно, кто работает над разработкой нового ассортимента новых товаров? Вы знаете, у нас очень хороший коллектив. У нас очень дружный коллектив. И у нас у всех есть идеи. И идеи, они вот прямо на планёрке приходят. Идеи эти все поддерживают. И начиная с технических работников, это наши механики, инженера, они сразу же подхватывают, отрабатывают с нами все, что возможно отработать на оборудовании. У нас очень грамотные специалисты. Они работают уже давно. Некоторые работают по 18 лет. Поэтому как-то не могу выделить никого отдельно. Все заинтересованы в новом. Они с удовольствием готовят новую продукцию и поддерживают. А вот интересно, сейчас очень актуальна тема импортозамещения. И отслеживаете ли вы, насколько вот ваше предприятие наполняет местный рынок мясопродуктами? Насколько обеспечивают жители округа местными товарами? Вы знаете, мы как-то не страдаем от того, что мы бы мониторили, если бы у нас продукция залёживалась. Мы бы тогда высчитывали бы, где, чего, сколько завозится сюда продукции, да, мясной, сколько продаётся. Но мы заинтересованы в том, чтобы была качественная наша пища, качественные наши продукты. Поэтому пользуются спросом. И мы ещё больше делаем. На сегодняшний день, конечно, увеличения такого нету. Увеличение идёт по полуфабрикатам. Колбасы, не могу сказать, что снизились, они остались на уровне. А то, чтобы расширить конкретно, вот я уже повторюсь, это кулинарная продукция. И к тому же ещё некоторые виды продукции поступают за пределы округа. У нас сейчас мы заключили договор с потребкой операцией. И уже на сегодняшний день 4 тонны нашей колбасы, наших продуктов отправлены по магазинам. И даже есть такие отзывы, очень хорошие. Сейчас все возвращаются в деревни летом. Раньше они везли с собой нашу продукцию. А сейчас говорят, надо же, приехали в магазине мясокаминатовской продукции, даже везти не надо. Так что потребка операции совместно с нами и, конечно, наши авиаторы доставляет до Варнака, до Колгуева. А в Петербурге и в Москве можно купить продукцию? Да, Петербург, Москва, Архангельск можно приобрести. Но в основном заявки идут в рестораны. Мы оформляем. Мы сейчас собираемся работать с ЮТР, заключаем с ними договор. Они будут брать нашу продукцию и доставлять сразу же до столицы, в Москву. Уже есть такие наработки. Потому что я думаю, что это будет еще и связано с тем, что у нас на Ямале случилось. Продукция с Ямала уже не поступает в другие города. Спрос начинает расти на нашу продукцию. Рынок сбыта, в общем, расширяется. Рынок сбыта расширяется. Тушенку у нас хорошо берут в Санкт-Петербург. На ярмарки. У нас сейчас возможности на ярмарки выехать, такой возможности нет. Потому что все же оптимизация идет на производстве. Но изготовить и отдать коммерсантам, пожалуйста, они все. Сейчас будет ярмарка в Архангельске. Мы договор заключили. У нас там есть коммерсанты, которые берут нашу продукцию и будут она на ярмарке присутствовать. А вот так как расширяется и перечень товаров, и объемы, сырья, как вы планируете, хватит? И сколько в этом на следующий год планируете закупить? Сырья у нас на сегодняшний день достаточно. До января месяца мы просчитали. Мы даже уменьшили завоз извне округа. Это свинину, говядину. Куру оставили на том же прежнем уровне, потому что у нас немного ее идет. На следующий год мы ведем уже переговоры. По теличанам дал согласие. Они дают такой же объем. Харп, СПК Харп, тоже не отказывает, дают нам такой же объем. С другими еще мы не разговаривали. Но в ноябре месяце у нас уже начинается новый забой. Так что я считаю, что достаточно будет мяса. Оленеводы идут навстречу. Оленеводы понимают, что на сегодняшний день предприятие округа должно работать. Уважаемые жители округа высокого возраста, воспользуйтесь, пожалуйста, случаем нашего фестиваля. Обратитесь к руководителям клуба в ваших поселениях, сдайте им документы, и вы получите карты. Это тот случай, когда не нужно будет просить кого-то. Все будет организовано, они у вас все примут все документы. И все сделают. И все сделаем. Спасибо большое, Тамара Борисовна. Спасибо, Римма Васильевна. Я напомню, что сегодня в студии мы говорили о социальной программе «Высокий возраст». И у нас в гостях были директор акционерного общества «Мясопродукты» Тамара Критская и председатель окружного союза пенсионеров Римма Костина. Это актуальное интервью. До встречи.